Всем привет! Это первое обзорное видео про еще одну программу для 3D графики под названием DAT Studio. Сегодня вы узнаете, что это за программа, как она может помочь аниматору, как она работает в связке с другими 3D редакторами, много другой интересной информации. Итак, DAT Studio. Эта программа известна среди любителей 3D графики. Я подчеркну любителей, потому что в первую очередь для любителей она и ориентирована. Но и некоторые профессионалы тоже часто ее пользуются. Что же она из себя представляет? Если коротко, это программа для рендера персонажей, и нельзя создавать контент. Для этого нужны сторонние 3D редакторы. Но основное преимущество для новичков 3D в том, что у этого контента уже созданы тонны терабайтов, и он регулярно обновляется. Запустив эту программу в первый раз, вы уже через считанные минуты можете создавать свою первую 3D сцену из готовых ассетов. А потом вы столкнетесь с первым минусом этой программы. Это долгий рендер. Встроенный NVIDIA ERA хоть и выдает фото реалистичную картинку, но даже на мощном железе может рендерить одну сложенную сцену часами. К тому же он работает только с видеокартами NVIDIA. С DAT Studio поставляется еще один рендер 3D Lite. Он немного быстрее, но плохо подходит для реалистичных рендеров. К тому же он давно уже устарел и не поддерживается разработчиками. Но даже при этих ограничениях фанаты этой программы умудряются создать не просто шедевры. Вот например этот анимационный фильм был полностью сделан DAT Studio. Только некоторые футажи были сделаны в блендер и добавлены на монтаже. Этот фильм завоевал множество наград на фестивалях. Ссылки на эту короткометражку в описании. В этой же программе была создана первая в мире цифровая фотомодель. Шуду Грэм. У нее уже больше 200 тысяч подписчиков в инстаграм и контракты с реальными модельными агентствами. А вот модель в магазине DATS, на базе которой создана Шуду. Расскажу немного об этих моделях. Они делятся на поколения. В данный момент их 4. Их названия Genesis, Genesis 2, Genesis 3 и догадайтесь как называются последние? Конечно же Genesis 8. Почему так нелогично? Это длинная история, которая может растянуться на отдельное видео. Принцип создания всех этих персонажей DATS в том, что внутри одного поколения фигуры имеют одинаковую сетку и могут трансформироваться друг друга через морфинг. Исключение только полфигуры. Внутри одного поколения они делятся на мужчин и женщин. И персонажи, которые работают с мужскими фигурами, не подходят женским и наоборот. Самое первое поколение Genesis не имело таких ограничений. В нем была только одна фигура. Из нее уже трансформировались остальные персонажи. В поколении Genesis 2 появилось деление на мужской персонаж и женский. В поколении Genesis 3 разработчики сделали попытку приблизиться к стандартам анимационного производства. Они добавили возможность костно-лицевой анимации, до этого была только шейповая. А также добавили некоторые кости в конечности скелета. Genesis 8 не так сильно отличается от Genesis 3. Изменения этого поколения не так значительны на первый взгляд, да и на второй тоже. Они касаются в основном исправлений в форме тела при позинге. Как я уже говорил, контента для всех поколений создано уже очень и очень много. Это и люди, и монстры, различные прически, одежда, транспортные средства, оружие, жилые помещения и даже копии знаменитых людей. Есть даже отдельный сайт, на котором продается контент 18+, для DATS Studio. С помощью этого контента можно создать целый фильм для взрослых на любой извращенный вкус. Вот это все огромное количество разнообразного контента интересует нас. И в первую очередь, конечно же, персонажа. Для использования в других 3D редакторах компания DATS выплатила плагины для переноса. Такие плагины есть почти для всех популярных 3D редакторов. Перенос возможен только для последних двух поколений Genesis 3 и Genesis 8. После переноса в вашем привычном 3D редакторе появляется персонаж с уже готовым к анимации ригом, со всеми контролами и даже морфами. Вот так выглядит персонаж из DATS Studio в 3D Max, как в Cinema 4D, а вот так вот в Blender. Бесплатный контент, который поставляется с программой, порит несколько базовых персонажей и несколько единиц одежды. Весь остальной контент надо покупать. Впрочем, цены относительно невысокие по сравнению с качеством и с теми же 3D-стоками. Но можно его взять совсем за бесценок. В магазине часто проходят различные акционные скидки. Бывает и до 100%. К тому же, можно найти в интернете много бесплатного контента для DATS Studio. Я не имею в виду народные сайты. Если вы сами можете что-то создавать в 3D, моделить, текстурить, анимировать, то можете сами продавать контент для этой программы и зарабатывать. За прошлый год я в свободное от работы время заработал на этой программе около 2000 долларов и купил себе новый компьютер. И вы вполне тоже можете так сделать. Есть 3 крупных магазина, где вы можете как покупать, так и продавать контент. Ссылки на 2 из них я оставлю в описании. Третий магазин с контентом 18+, я по понятным причинам рекламировать не буду. В следующем видео я покажу, как перенести персонаж из DATS Studio в Блендер и анимировать его с помощью нашего любимого Миксама. Если вас интересуют подробности о работе в программе DATS Studio, то пишите в комментариях. Я сделаю более подробный обзор. Всем хорошего дня. Удачи!